Каждый рубль должен приносить десятки и рублей, и рабочих мест. С этой мысли заседание регионального правительства, посвященное обсуждению бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021, начал губернатор Станислав Воскресенский. Бюджет будет по-прежнему жесткодотационным, как назвал его руководитель региона, скромным. Но, несмотря на это, все социальные обязательства будут выполнены. 66% от казны – это расходы на соцсферу. У нас с вами вместе есть уже история успеха. Вот смотрите, мы в этом с вами году сделали дополнительную дорогу, навели порядок на дороге Шуя, обход до Палеха, Палех преобразили. Напомню, мы же не потратили ни копейки с вами региональных денег. Мы с вами вместе добились, чтобы эти деньги пришли в область извне, из разных источников. То же самое касается работы с крупными госкорпорациями, такими как РЖД. Доходы бюджета на 2019 предусмотрены в размере 36,7 миллиона рублей. Профицит – 362 миллиона. Увеличение поддержки сельскохозяйственных производителей, реализуемые в этой сфере проекты, стимулирование организаций малого и среднего бизнеса, развитие моногородов способствует реализации этой цели. Однако для более масштабного притока инвестиций, как следствие увеличения доходной части бюджета, нужны дополнительные эффективные меры поддержки инвесторов. Это прежде всего сельское хозяйство. Мы договорились летом, что мы каждый год на трехлетнем бюджете будем немножко увеличивать по сравнению с предыдущим. И спасибо селянам, на самом деле результаты работы есть. Вы знаете, я уже эти цифры называл, что у нас рекордный рост инвестиций в этом году привлеченных. Надеюсь, так и будет дальше. И то же самое касается обустройства сельских населенных пунктов. Тоже будет рост со стороны регионального бюджета. Потому что все это создает жизнь на селе, все это создает рабочие места, все это создает инвестиции. Расходы на соцподдержку у горожан составят 7,2 миллиарда. Дорожный фонд сформирован на 2,8 миллиарда. Плюс по сравнению с этим годом в сельском хозяйстве на него потратят 485 миллионов рублей. Бюджет сформирован с профицитом по всем трем годам. Это объективная необходимость. Область обязана выполнять условия реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам и обеспечить объем долга по коммерческим заимствованиям на уровне 40% налоговых и неналоговых доходов. Губернатор отметил, что в этом году привлекли по разным программам около 1 миллиарда рублей. Это только начало. Еще одна важная задача – сделать так, чтобы в Ивановской области была самая удобная система поддержки бизнеса во всем ЦФО. Губернатор считает это выполнимо, причем в короткие сроки. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.